Законодатели 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 для жителей региона за его пределы в будущем году станут более доступными, расширится их география и снизится стоимость билетов. На 3,8% будут проиндексированы в следующем году заработные платы работников бюджетных учреждений, будут проиндексированы и целый ряд социальных выплат населению. В собрании депутатов Ненинского округа рассматривают расходные обязательства окружного бюджета на 2022 год. На заседании постоянной парламентской комиссии по социальной политике состоялось обсуждение расходов в сфере социальной защиты населения на 2022 год и на плановый период. Дополнительно на эти цели в окружном бюджете на будущий год предусмотрено 26 миллионов рублей. Также мы отметили, что в бюджете не предусмотрена ежегодная индексация выплат для больных с сахарным диабетом, онкологическим заболеваниям, доноров крови и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед округом. По предварительным расчетам на индексацию потребуется порядка двух миллионов рублей и представители органов исполнительной власти согласились с доводами депутатов окружного собрания. Средства в бюджете будут предусмотрены. Напомню, соответствующее решение было принято на 38-й сессии окружного собрания в октябре после встреч депутатов со своими сельскими избирателями. Напомню, что депутаты предложили применить коэффициент 1,8 к сумме компенсации не только в первом квартале, но и в четвертом квартале. Таким образом, работники сельских бюджетных учреждений будут получать повышенную компенсацию в размере 2160 рублей 6 месяцев с октября по март включительно. В ходе заседания парламентской комиссии депутаты настоятельно рекомендовали администрации предусмотреть финансирование на доплату больничных листов по беременности и родам, а также листам нетрудоспособности на уровне 21 года. Этот вопрос не раз рассматривался на площадке регионального парламента, в том числе по обращению коллектива Министской окружной больницы с предложением депутатов согласились и также представители счетной палаты Министского автономного округа. Окружные парламентарии детально обсудили страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Депутаты неоднократно обращали внимание администрации округа о подготовке обращения в федеральные органы власти с просьбой рассмотреть вопрос уплаты страховых взносов за счет федерального бюджета. На сегодняшний день эта сумма 300 миллионов оплатится из бюджета Министского автономного округа. Работа над бюджетом продолжается. Собрание депутатов Министского округа планируют его принять в первом чтении. В рамках заседания комиссии собраний депутатов Министского округа по делам Министского и других малочисленных народов севера экологии и природопользования обсудили в частности вопросы экологического контроля воды в реке Печора. В частности, речь шла о возможностях округа осуществлять свои полномочия в сфере экологического контроля за состоянием реки Печора. Как пояснил глава профильного департамента на территории лицензионных участков, недр федерального значения осуществлять контроль силами региональных органов округ не имеет права. В составе межведомственных групп совместно с прокуратурой, совместно с Росприводнадзором мы такие полномочиями обладаем. Заборы воды на анализ производят сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. Пробы оценивают специализированные лаборатории центра, созданные сравнительно недавно. Здесь проводят анализы почвы, воды и воздуха. Экспертная лаборатория на территории Министского округа необходима для проведения мониторинга окружающей среды, а также регионального государственного экологического надзора. Напомним о крупном разливе нефти на Харягинском месторождении в 2020 году. Когда был разлив, мы выставили пост, он каждый день сотрудники казенного учреждения Центра природопользования садились на ловку, выезжали на границу Республики Коми, брали пробы и на Реммаре, если был шторм, и брали пробы там на границе. К счастью, мы можем абсолютно уверенно об этом констатировать, то что нефтепродукты до территории округа никоим образом не дошли. Да, безусловно, нефтепродукты повлияли на популяцию рыбы, на определенные процессы на территории самой Республики Коми. Но до нас именно нефтепродукты не дошли, в соответствии с анализами проб, которые мы проводили по воде. Там ПДК не в один из дней отбора проб, а мы выезжали там раз 15 или даже 20. Ну вот весь период, когда был режим повышенной готовности, пока его не отменили, мы выезжали. И эти пробы ни разу не показали. То есть эта вода настолько была чистая, что она пригодна и для рыборазведения, там самые высокие требования при рыборазведении. Но одновременно с этим понятно, что угрозы они остаются. Кушка у нас способна проводить эти лабораторные исследования. Однако округу требуется также исследование более высокого уровня. Вчера буквально подтвердили то, что у Росприводнадзора Светлана Градьевна Родионова готова создать в округе лабораторию ЦЛАТИ отдельную. Сейчас мы везем, ну вот если говорить о судебных каких-то тяжбах и так далее, мы сейчас возим пробы для легитимной оценки. В Санкт-Петербург, в Коми эти пробы везутся, проходит много времени. Росприводнадзор готов создать здесь лабораторию. Плюс есть частные институты, которые также хотят сделать лаборатории, аттестованные на уровне ФСБ России для проведения экологической экспертизы. Как пояснил руководитель профильного ведомства, для более оперативной работы экологов в условиях труднодоступных территорий Крайнего Севера, Центру природопользования, также требуются дополнительные технические средства для передвижения по округу. Если ранее у нас была возможность контрактоваться, и у нас был вертолет в округе не Ми-8, маленький вертолет, который обходится за 40 тысяч рублей в час, то данный вертолет нам позволял довольно... Для отбора проб нужно 3 человека. И прокуратура подтвердит, это была хорошая практика, когда совместно осуществляли выезды, отбирали пробы, и даже были штрафные санкции в отношении недропользователей из-за превышенной концентрации в воде. Сейчас, к сожалению, такого вертолета нет, но есть план работы, и авиаотряд поддерживает, что может такой вертолет появится. Ну, точнее, частный предприниматель, у которого есть вертолет, может мы поможем ему сертифицироваться, чтобы он мог в торгах участвовать, и эти услуги предоставили. Потому что на Ми-8 летать, отбирать пробы, ну это очень дорого. Вопрос находится в стадии рассмотрения. Дополнительные средства будут направлены в 2022 году на субсидии на производство и реализацию продукции оленеводства. Депутаты повторно рассмотрели расходы бюджета на эти цели на заседании парламентской комиссии по вопросам КМНС, природопользования и экологии. Ранее на заседании профильной комиссии, состоявшейся 12 ноября, депутаты не согласились с предложенными Департаментом природных ресурсов, ФПК и экологии с суммой средств, заложенных в окружном бюджете на следующий год на субсидии оленеводам. Речь шла о сохранении субсидии в 150 рублей за 1 килограмм продукции оленеводства при реализации оленины, в том числе сторонним потребителям. Также встал вопрос об объеме мяса оленя, который акционерное общество мясопродукты может принять у оленеводческих хозяйств на переработку. Повторно к рассмотрению темы вернулись накануне. Основной вопрос, исходивший от комиссии ОМНС, уважаемых депутатов, заключался в объеме мяса, который гарантированно будет расконтрактован мясокомбинатом нашим окружным. По данным вопросу уже предварительно заключены договоры на больше чем 600 тонн мяса. С учетом того, что проведена была работа по дозагрузке контрактов мясокомбината, мы связались с администрацией миллиарных субъектов, сопредельных с нами. Предварительно есть договоренность заключения контракта именно еще на 300 тонн. То есть 800-900 тонн мы на уровне прошлого года планируем обеспечить. После повторного обсуждения вопроса о субсидиях для оленеводческих хозяйств депутаты согласовали первоначальный размер бюджетных ассигнований, заложенных на 22-й год, в сумме 154 миллиона рублей, но с рекомендацией увеличить ее между первым и вторым чтениями законопроекта об окружном бюджете. Администрация нескольких нового округа при доработке проекта закона округа ко второму чтению и последующих изменений бюджета в течение 2022 года увеличит бюджетное ассигнование на субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию продукции оленеводства на 22-й год в сумме 50 миллионов 112 тысяч 200 рублей, ну и на следующие годы, соответственно, по потребности, даже не исходя из необходимых изменений. И рекомендовать администрации на установить субсидию на размещение затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, исходя из ставки 150 рублей за килограмм, с тем условием, что сегодня расходы по бюджету мы утверждаем, исходя из выплаты субсидий в 150 рублей для прочих потребителей. Депутаты также предложили отрегулировать порядок предоставления субсидий оленеводческим хозяйствам с тем, чтобы цены на оленя, но для населения региона были доступными. Тогда мы с вами должны в регулировании цен принять участие мясо, которое реализуется для населения. Вот это второй вопрос хотелось бы быть. Когда, в какие сроки и какая цена будет? Представители профильного департамента пообещали проработать вопросы регулирования цен. Что касается положения дел в оленеводческой отрасли в целом, то, как было отмечено на заседании, показатели в настоящее время оставляют желать лучшего. Если раньше одно или два хозяйства, значит, была динамика отрицательная, сегодня по вашему докладу, да, видно, что это всем уже хозяйствам имеет отрицательную динамику развития. Ну, это на самом деле очень плохо. Да, мы давали всегда субсидии для мясокомбината, и это, может быть, в то время было правильно. Сегодня надо, наверное, на самом деле пересматривать этот подход. Не о чем и говорили в том числе и руководители. Вот у нас, они же надеются, что вот будет все хорошо, да, у них не получился разговор с департаментом. Они обращаются к непосредственно депутатам, и в их обращении что содержится. Они просят, чтобы все-таки были учтены суммы на коральные работы на весь осенний и весенний период, да. Они просят, чтобы была модернизация вот их производства. Может, на самом деле, разработать программу по поддержке всех сельхозпроизводителей. Обсуждение темы поддержки оленеводческой отрасли будет продолжено в собрании депутатов Ненецкого округа совместно с представителями профильных ведомств. На 7 единиц увеличится штатная численность в сфере здравоохранения и социального обеспечения населения Ненецкого округа. В региональном парламенте в рамках бюджетного планирования рассмотрели расходы департамента здравоохранения и подведомственных учреждений. Департамент реализует на территории региона 10 государственных программ. Большая часть расходов будущего года в этой сфере запланирована на реализацию программных мероприятий развития здравоохранения в Ненецком округе. На обеспечении деятельности 11 подведомственных учреждений Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей. Рассматривая расходы казенных учреждений, депутаты окружного собрания предложили пересмотреть систему оплаты труда по структурным подразделениям для увеличения заработной платы сотрудникам медицинских организаций. В 2022 году увеличится штатная численность в бюро судмедэкспертизы отделения социальной защиты населения в финансово-расчетном центре. Всего на 7 штатных единиц. При обсуждении расходов центральной районной поликлиники Заполярного района Ненецкого автономного округа депутаты предложили централизовать фельдшерские пункты региона подведомственной одной медорганизацией. В настоящее время часть ФАПов в населенных пунктах относятся к Ненецкой окружной больнице, а часть ФАПов относятся к центральной районной поликлиники Заполярного района. В ходе заседания постоянной парламентской комиссии по социальной политике в рамках обсуждения бюджета здравоохранения депутаты собрания рекомендовали профильному ведомству приобрести новое современное помещение для улучшения условий оказания стоматологической помощи населению. Обсудили также строительный блок вопросов. Депутаты подняли вопросы строительственного здания Пустозирского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Как заверили представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, разработка проектно-смертной документации запланирована на следующий год. Также округу крайне необходимо строительство нового современного инфекционного отделения для Ненецкой окружной больницы. Депутаты предложили увеличить финансовую поддержку местных инициатив в ходе обсуждения повестки заседания Постоянной парламентской комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления под председательством депутата собрания Ненецкого округа Александра Чурсанова. Парламентарии рассмотрели расходы окружного бюджета по профилю Постоянной парламентской комиссии. Как правило, много вопросов возникает при обсуждении расходов Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности. Депутат Татьяна Федорова указала на то, что не создан финансовый резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных и аварийных ситуаций в округе. Как пояснила заместитель губернатора округа Татьяна Лагвиненко, в округе создан общий резервный фонд. Вместе с тем комиссия рекомендовала администрации округа предусмотреть отдельно финансовые средства по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году. Депутаты заострили внимание, это прежде всего по Управлению гражданской защиты, по финансированию добровольных пожарных дружин в наших сельских населенных пунктах. По словам департамента средств хватит, то есть мы будем смотреть в течение года. Кроме этого, по департаменту внутренней политики обратили внимание на субсидирование, это по некоммерческим организациям была рекомендация, чтобы предусмотреть больше финансовых средств на следующий год. Ну и, конечно же, обратили внимание на субсидии нашим сельским поселениям, на реализацию местных инициатив, это благоустройство наших сел, это строительство международных проездов и другие очень необходимые для сельских поселений проекты. В окружном собрании депутатов рассмотрели планируемые расходы окружного бюджета на три года в сфере образования, культуры и спорта. В 2022 году расходы запланированы в размере порядка 6 миллиардов рублей. На заседании парламентской комиссии по вопросам образования культуры и спорта под председательством Андрея Смаченкова озвучили бюджетные параметры будущего года. В целом на образование направят 4 миллиарда 872 миллиона рублей. На физическую культуру и спорт в регионе в следующем году предусмотрят свыше 244 миллионов, в том числе на массовый спорт и спорт высших достижений. На обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций в следующем году запланировано более 91 миллиона рублей. На премию педагогическим работникам за выдающиеся достижения в области образования запланировано 500 тысяч рублей. Единовременные компенсационные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты по программе «Земский учитель» запланированы на следующий год в размере 1 миллиона рублей. В следующем году запланировано проведение текущего и капитального ремонта в учреждениях дошкольного образования. Заменят покрытие прогулочных площадок в детском саду «Сказка», проведут работы по утеплению фасада, замене водоснабжения и канализации, системы отопления в детском саду «Гнездышко». Что касается общеобразовательных организаций, то на следующий год запланирован ремонт средней школы «Селонесь», средней школы имени Пырерки и средней школы поселка Харуты. Также ремонтные работы предусмотрены на стадионе детско-юношеского центра «Лидера». В ходе заседания комиссии депутаты высказали свои рекомендации профильному ведомству. В частности, рекомендовали открыть дополнительную бесплатную группу в Ненецком профессиональном училище, поскольку в этом году не все желающие смогли попасть на обучение, так как количество бюджетных мест было ограничено. Также прозвучала рекомендация предусмотреть льготную категорию учащихся и предоставлять бесплатные горячие питания всем студентам из сел в профессиональных образовательных организациях. Субсидии по перевозке ТКО будут перераспределены на создание в поселениях инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Вопрос рассмотрен на отдельном заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Напомню, при рассмотрении проекта бюджета на ближайшие три года по расходам Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа депутаты подвергли серьезной критике объем финансовых средств за услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в сельской местности. Год назад при принятии бюджета на 2021 год шло острое обсуждение тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов из сел округа, мэрии и администрации Заполярного района тогда обещали проработать вопросы, найти новые формы по обращению с ТКО. Каждый год на вывоз отходов из поселений в Наринмар раз в 11 месяцев закладываются суммы свыше 100 миллионов рублей. Вместо этого в бюджете на следующий год вновь закладываются суммы на эти цели более 123 миллионов рублей. Тема также оказалась и в центре внимания депутатской комиссии по вопросам КМНС, природопользования и экологии. Необходимо пересмотреть схему обращения с отходами с тем, чтобы на местах, на местах, именно на местах населенных пунктов рассмотреть вопрос, первое это сортировка, второе возможности утилизации путем приобретения мини-установок. Нам район доложился, что внесение опробует, внеси опробует, да, и после этого будет принято решение о пересмотре схемы обращения с отходами. Но мы опять говорим, мы опять вот, что-то изменилось у нас за год, ничего не изменилось. Мы опять пришли к тому, от чего оттолкнулись. И опять мы будем просить 120 миллионов рублей на транспортировку. Я еще раз задаю ко всем руководителям. На повторном рассмотрении расходов на заседании парламентской комиссии по экономической политике и бюджету депутаты предложили профильному департаменту между первым и вторым чтениями уменьшить сумму на транспортировку отходов водным транспортом из сел до города Наринмара и перераспределить их на создание объектов инфраструктуры в сфере ТКО в сельских населенных пунктах. Да, существует программа, значит, и мы обязаны ее исполнять, поэтому весь мусор, все отходы мы ввозим в сельских населенных пунктах. Может это звучать дико, но тем не менее, с каждого населенного пункта это все привозится в город. А для того, чтобы вывезти этот мусор, необходимо иметь лицензии. И перевозить на этих судах больше ничего нельзя, кроме как мусора. Поэтому, конечно, это очень большие суммы. И депутаты ставят вопрос о том, чтобы не были приобретены какие-то сжигающие оборудования, чтобы не вывозить в полном объеме. Но тем не менее, пока одна установка у нас устанавливается в НИСИ, но мы надеемся, что все-таки Заполярный район вместе с департаментом нашим ЖКХ проработает вопрос. И для того, чтобы снизить вот эту стоимость по перевозу, это, конечно, очень большие цифры. Ежегодная региональная выплата многодетным семьям на школьников в будущем году станет фиксирована. И вопрос рассмотрен на заседании Постоянной парламентской комиссии по социальной политике. Законопроект разработан Департаментом здравоохранения Неницкого округа в связи с обращением граждан. В 2021 году в федеральном бюджете были предусмотрены средства на социальные выплаты семьям с детьми для подготовки к школе. Эта единовременная выплата составила 10 тысяч рублей на ребенка. В Неницком округе уже не первый год существуют региональные выплаты на эти цели для многодетных семей. В настоящее время ежегодно к началу нового учебного года многодетным семьям предоставляется единовременная социальная выплата к учебному году на компенсацию расходов. На эти средства семья приобретает обувь, одежду, спортивную форму, канцелярские товары принадлежности, спортивный инвентарь, и расходы компенсируются по фактическим затратам, но не более 9 тысяч. В соответствии с действующей редакцией закона округа получатели социальной меры должны предоставить документы, подтверждающие расходы. В проекте округа с 2022 года предлагают изменить компенсационный характер выплаты, то есть без подтверждения расходов, то есть чеки не надо будет предоставлять. Выплаты на школьников станут фиксированными. Размер выплаты на каждого ребенка в многодетных семьях составит 9 тысяч рублей. По итогам заседания комиссии проект закона рекомендован для рассмотрения в первом и втором чтении на ближайшей сессии 23 ноября. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok